всем привет задают вопрос там про политику да собственно почему я занимаюсь криптовалютами почему я вообще начал заниматься до вот этой экономикой на самом деле мне интересен искусственный интеллект искус интересно технологии вообще исследователь по своей сути то есть мне интересно наука все что связано с космосом там с развитием стих с технологиями повторяюсь с компьютерами но когда я хотел собственно поступать в аспирантуру на это денег не выделялось ну пошел работать программистом а дальше нам 2009 году сократили зарплату в три раза и я начал разбираться почему по телевизору показывали что виноват обама америка там нас поработить хотит хочет там и так далее ну вот я вот и я этому и на самом деле верил даже телевизор еще смотрел в те времена потом когда я начал разбираться более глубоко то оказалось что все совсем не так и теперь я считаю что собственно криптовалют криптовалюты анархизм либертарианство там либеральные ценности это правильный путь но при всем при этом необходимо соблюдать баланс между социальной справедливостью и персональной выгодой то есть когда я мое хочу чтобы не возникало такого перекоса там олигархата но при этом равенство неравен неравных это тоже несправедливо я считаю что необходимо новая система очень мне нравится то что в рекордианских контрактах и в целом создание некой новой формации можно назвать ее социализмом на самом деле потому что я верю в том что сейчас технологии подошли к тому моменту когда совместная собственность становится более выгодной более эффективной нежели управление отдельными лицами управление отдельными лицами по пирамидке такая система была более выгодной при коммуникативных системах где люди не могли коммуницировать между собой напрямую сейчас эти технологии позволяют коммуницировать напрямую минуя третьих лиц вести взаиморасчеты вести долговые обязательства вести экономическую деятельность минуя третьих лиц это делается с помощью автоматизации с помощью смарт-контрактов радикальных рынков рекордианских контрактов и я считаю что технологии сильно изменят там существующую политическую ситуацию и в целом экономику сделаю гораздо более выгодной поясню что имел ввиду когда говорил что люди не могут коммуницировать между собой значит дело в том что есть такое число как 7 плюс минус 2 то есть от 5 до 9 человек с которыми человек налаживает связь и коммуницирует как только в организации становится больше чем 9 человек необходимо сразу организационная структура где образуется пирамида и кто-то должен этим руководить так устроена системы существующие которые построены на коммуникациях на людях когда мы говорим про электронное взаимодействие на этом цена цифровых технологиях то в этом случае в цифровых платформах могут коммуницировать уже не не 5 и не 10 коммуницировать там 100 200 тысяч миллион и фактически роль начальства роль кому коммуникатора выполняет цифровая платформа я считаю что современные технологии они позволят уже позволяют и позволят еще более на порядок больше сделать размер организации в которых не будет требоваться начальство там конечно будут разделения ролей будет там определение кто за что отвечает там и кто-то должен быть представителем это само собой то есть не может быть каждый представителем организации однако роль главенствующего и принятие решений будет уже не у одного единственного человека или там маленькой группы лиц а принятие решений будет уже демократическое там большинством или две третьих и современные технологии в принципе это позволяет ну там примеры например в подъездах где раньше должен быть старший по подъезду а сейчас вот сап группа вот сап принципе решают проблемы то же самое на дачных участках председатель он само собой естественно остается однако собирать собрание уже в принципе особо и не требуется потому что опять же тот же группа вот сапе уже во многом решает эту проблему где люди могут высказаться и сказать там да или нет но дальше только техническая часть посчитать большинство собственно вот это имел ввиду и считаю что цифровые платформы но это что называется цифровая экономика сейчас в целом она приведет к тому что третье лица в виде начальства которые за нас принимают решения они во многом будут уже освобождены и смогут заняться более продуктивные работы